а теперь пессимизм смотрите редчайший случай это важнейший момент пусть на полца осталось но вы должны знать все гораздо хуже и страшнее я не являюсь на таком и как бы сказать профессионалом я только по верхушке умеет скакать мне этого достаточно смотрите есть вторая болезнь что такое бактериальный ожог казалось бы ну ожог имеется в виду солнечный ожог засуху глядишь листья помертвели листья потемнели пожелтели почернели покоричивали вот это подозревается нет это действительно бактериальная болезнь ожог это как бы внешнее проявление я впервые прочел среди сотен дебильных вот этих что выше было вспомните 106 вебинаров и на каждом я показывал эти дебильные вещи а вот это серьезно вот это серьезно вот и вот эта страшная вещь которая грозит всему миру и уже вот и она практически не имеет защиты не имела она защиты и у нас краснодарский край харкасия якобы уже иркутская якобы уже кемеровской области но никто настоящее исследование не проводит у нас страна такая так вот канаде было зло не спит и результат что у них творится что они делают что не прыжкают солнце и все они погибают давайте сразу разделим мы с вами теперь я когда называю вас элитой вы это должны знать делим на болезни не вызванные грибами но по привычке их называют грибные болезни хотя грибы не виноваты ни при чем там прыскать бесполезно там никаких опрыскиваний как называется профилактических никаких этих что там уже заболели фрукты на них страшно смотреть на них парша эти деревья все в грибах ничего не делайте не берите в руки ни яда не берите в руки не четкий по металлу ничего вот бактериальный рак это уже болезнь организма и тут мы сдаемся в свое время сдался я долго держался чернобаев у него когда появились такие признаки чего только не делал спасал вот и получает сейчас у него прекрасный чистенький сад но это когда он дом построил а предыдущий этот сад погиб как и все вот так что есть то есть и как он не спасал и какие он лекарства не применял в том числе и эти самые ну а то что если это вы прочтете так если увидите признаки болезни если вы прочтете как надо спасать вот к сожалению у нас яблоневые сады 90 процентов по нашему региону по огромному региону это несколько в франции погибли видите перестали работать бактерии при обработке свыше трех раз за сезон вырабатывать сопротивляясь к мере да и стриптазмитцину тоже вот привычные препараты больше не спасают вместе червеют завязь иммунифицируются и что же поляки ну давайте немножко почитаем ладно главное сейчас в европе по яблокам груши перешли на другие препараты но что и вот запоминаете теперь якобы вот спасение вот можем ли мы дачники или нам надо руки опустить вот ну и все я сейчас это читать не буду на основе промышленной технологии спасает польши с польские сады но это про то лекарство а белорусское накрылось головой наши родимые российские садики тоже очень толковая статья может мысли преступления можете понравится да да вот не понравится почему пессимистическая сильно выхода нет ну тебе скажете что нам делать вот сады умирает сюда ну то дачница это я понимаю подпись посады умирает я держусь только тем что у меня специальный садик никто к нему не с кадром не подходит вот мне повезло в том что с одной стороны заброшенный дичайший сад с другой стороны пахота под картошку соседа с третьей стороны пахота под картошку соседа с четвертой стороны дорога вот плохо или хорошо ли но прививки на сибирку если не калечит деревья забыть про эти дебильные посветления даже не знает почему груши имеют вот такую крону в основном и зачем им столько листьев много вот если вот этого ничего не делать это максимальное ну во всяком случае мы с чернобаев едим фрукты еще как едим вот и вам того желаю вот я сказал не калечит деревья привайте на сибирки на усулицкие груши если это груши вот пока все что это никаким препаратами я пробовал не пробовать не собираюсь был бы моложе может быть занялся бы но всего не охватишь вот и вот вот Продолжение следует...